Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и сегодня в нашем обзоре Тянуть на себе все хозяйственные функции Заметно дубовью Здесь, как говорится, не подкопаться И свою лепту сюда вносит музыкальный подлокотник И за это спасибо Весьма утонченные щелкающие звуки Renault Kaleos кроссовер французской марки, полученный путем доработки Nissan X-Trail в кузове T31 Первое поколение такого автомобиля на вторичке начало массово пользоваться спросом только с уходом исходной модели Nissan X-Trail Когда последних осталось уже очень мало в хорошем состоянии Первый Kaleos имел корейскую сборку и отличался весьма интересными качествами Имея значительные различия с исходной моделью Nissan X-Trail как в плане интерьера, так и в плане кое-каких дополнительных фишек Куда более редким пока на вторичке является второе поколение этой модели Построенная на базе уже 32-го кузова Nissan X-Trail Сегодня в обзоре посмотрим, что представляет собой второй Kaleos Заглянем внутрь, под капот, замерим багажник, осмотрим машину снизу И попробуем понять, чем именно Renault Kaleos собрался отвлечь ваше внимание от конкурирующего Nissan X-Trail Второе поколение Renault Kaleos появилось в 2016 году В Россию эти автомобили поставлялись только в дорестайлинге, то есть до 2020 года Обновленная версия 2021-го продавалась уже только в Европе На российском рынке второй Kaleos мог быть продан с одним из трех вариантов двигателей Два бензиновых и один дизельный бензиновые двигатели Объемом 2 литра на 144 лошадиные силы, 2,5 литра на 171 лошадиную силу и 2-литровый дизель 177 лошадей Привод у российских Kaleos только полный, а коробка передач только вариаторная Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска Это 2 литра, 144 лошадиные силы, вариатор 4ВД и 174 тысячи родного пробега Ну а теперь непосредственно к кузову Габаритные размеры этого автомобиля весьма солидные Длина 4 метра 67 сантиметров Ширина 1,84 метра Высота 1,67 метра А колесная база ровно 2,70 метра Радиус разворота чуть выше среднего 5,7 метра Снаряженная масса небольшая для таких габаритов всего 1600 килограмм А максимально разрешенная достигает 2 тонн 140 Что касается толщины лакокрасочного покрытия То родная краска для этих автомобилей будет лежать в диапазоне от 85-90 до 110-120 микрон В целом стандартные показатели для большинства современных корейских автомобилей А мы помним, что этот автомобиль собирался на заводе в Корее Передние крылья здесь, кстати, выполнены из пластика Обзор внутреннего пространства по традиции открываем багажником Это самый ключевой параметр для семейного кроссовера Которым колес и является Скорее всего, такая машина будет единственной в семье Соответственно, тянуть на себе все хозяйственные функции Объем багажника здесь 568 литров По каталогу вооружимся рулеткой И посмотрим, что же это на практике Ширина проема в данном случае 107 сантиметров И он практически не сужается к низу Высота от фальшпола 76 сантиметров Глубина багажника 90 сантиметров по полу А его ширина в наиболее узком месте 105 Для перевозки габаритных грузов Здесь, конечно, складывается заднее сидение Но если на большинстве комплектаций Предыдущего кузова колеуса Можно было сложить сидение прямо из багажника При помощи специальных ручек В данном случае, по крайней мере, в нашей комплектации Подобной функции нет И складывать сидение придется в любом случае из салона Спинка сидения здесь складывается тоже не так Как на колеусе первой генерации Где сначала опрокидывалась вперед подушка А потом уже ложилась сама спинка в ровный пол Наклон здесь присутствует, но он небольшой А расстояние до спинки сидения переднего составляет метр восемьдесят А максимально длинный груз, который можно увезти здесь Уткнув его в переднюю панель Будет составлять два метра семьдесят сантиметров Еще пара комментариев по багажнику В плане фишек и удобств В данном случае большая часть багажного отделения Отделана ворсовым материалом Пластмассы здесь по минимуму и с грузом Она, как правило, не соприкасается Здесь присутствуют две ниши по бокам Достаточно глубокие и крупные Чтобы поставить сюда, например, канистру Или бутылку с омывайкой С левой стороны у нас есть плафон освещения На задних стойках кузова присутствуют динамики Слева и справа Ну а под фальшполом В специальной формованной пенопластовой емкости Скрывается полноразмерное запасное колесо И штатный инструмент Также в багажнике есть четыре Довольно утилитарного вида петли Позволяющие вам закрепить сетку Фиксирующую груз Ну а теперь переходим к самому главному К интерьеру этого автомобиля Ведь именно интерьер Калеуса И его удобство Плюс специфические фишки И отличали первое поколение От исходного X-Trail Первое, что хочется здесь отметить Это большой запас пространства Места достаточно и по сторонам И над головой Передняя панель в данном случае Не имеет с исходным X-Trail В 32-м кузове ничего общего Что касается материалов изготовления Если предыдущий Калеус Демонстрировал панели Изготовленные из мягкой Податливой на ощупь пластмассы То здесь ситуация в этом плане Стала хуже Дверные карты сверху Еще более или менее мягкие Но приборная панель Стала заметно дубовей Несмотря на наличие в этом интерьере Кожаные отделки рулевого колеса Имитации строчки кое-где И комбинированные отделки сидений Также с кожаными боковыми частями Интерьер Калеуса все же ощущается Как более дешевый Нежели салон 32-го X-Trail И свою лепту сюда вносит Музыкальный подлокотник Что касается удобства посадки Здесь вопросов нет При росте метра восемьдесят шесть За рулем этого кроссовера Удается устроиться удобно Сделать это достаточно быстро Регулировки сидения Здесь механический запас Не сказать, чтобы огромный На данный момент Это практически самое крайнее положение Левая нога выпрямляется в колене полностью При этом касаясь носком моторного щита Все регулировки сидения Здесь механические Но у водителя есть регулировка высоты Плюс удобная регулировка спинки по наклону Есть и регулировка у рулевой колонки Правда, ее диапазон довольно странно выбран В данном случае при полностью нижнем положении руля Я перекрываю себе большую часть приборной панели Ездить так, конечно, будет неудобно Поэтому в моем варианте Одно-единственное положение верхнее Что касается регулировки по вылету Она здесь тоже присутствует И за это спасибо Пожалуй, ключевым отличием интерьера Этого автомобиля от исходного X-Trail Является его приборная панель Если у 32-го кузова Ниссана Приборная панель хоть и имеет подсветку Типа Аптитрон, но при этом выполнена В виде классических стрелочных приборов Здесь картина несколько иная По бокам у нас располагается указатель температуры двигателя Причем на нем значения температуры Отмечены прямо в градусах Цельсия Справа довольно детализированный указатель уровня топлива Это аналоговые приборы А вот по центру уже цветной дисплей На котором у нас изображен цифровой спидометр Экономайзер На небольшом мониторчике отображаются незакрытые двери и прочие моменты А с левой стороны индикация выбранной передачи На первый взгляд тахометр здесь найти сложно Поскольку он представляет собой довольно узенькую электронную полосочку белого цвета Не сказать, что это сверхудобно в использовании Поскольку тахометр в данном случае никоим образом не разлинован Здесь он больше декоративный И только маленькая надпись RPM внизу приборной панели Которую нужно выискивать при помощи лупы Выдает назначение этой шкалы Зато цветовая палитра приборки Подобрана безукоризненно Здесь, как говорится, не подкопаться Теперь, что касается клавиш Блок управления стеклоподъемниками В данном случае очень напоминает Ниссаны, типа свежего Кашкая А вовсе не автомобили марки Рено Расположен под рукой, удобен Здесь же пульт управления боковыми зеркалами Слева от руля Внизу, в непросматриваемой и вдобавок Постоянно затененной при закрытых дверях зоне Располагается клавиша переключения режимов работы полного привода Ровно такая же, какую вы найдете в любом Ниссане От Жука до Pathfinder А рядом приютились две кнопки от Логана Одна из которых отвечает за включение подогрева рулевого колеса А вторая за выключение системы стабилизации Еще ниже располагается корректор фар Ну и в самом низу ручка открывания капота и лючка бензобака Подрулевые переключатели в данном случае находятся вроде бы далековато Но с моей длиной пальцев пользоваться ими удобно Переключаются они приятно, с усилием И издают какие-то весьма утонченные щелкающие звуки Которые нельзя назвать неприятными На рулевом колесе у нас управление круиз-контролем С левой стороны в данном случае Хотя основной выключатель круиз-контроля Находится за селектором коробки передач на центральном тоннеле Правая сторона бортовой компьютер Плюс управление мультимедийной системой и телефоном В некотором смысле чужеродным элементом в плане дизайна Выглядит кнопка старт-стоп Позаимствованная сюда от модели Capture Выглядит очень просто Мультимедийная система в данном случае Имеет относительно небольшой экран На него выводится картинка с камеры заднего вида И парктроники Которые в данном случае имеют графическую индикацию Важная ремарка Мы только что говорили про комбинацию спидометра И отсутствие разметки у такого важного прибора Как тахометр Так вот, это вопрос настройки дисплея В данном случае автомобиль позволяет вам Во-первых, менять цветовую тему Оформления центральной части приборной панели Причем в довольно широком диапазоне Вариантов, часть из которых весьма экзотичны Так и добавить иной внешний вид тахометра В данном случае он становится более привычен глазу И удобен в использовании Кроме того, в этом автомобиле можно пожертвовав тахометром Поставить на центральной части отображение спидометра С привычными цифрами в аналоговом виде Так что по части приборной панели вопрос снят Под монитором располагается управление мультимедийной системой В частности, громкостью Одна единственная ручка Она же включает-выключает радио Панель управления климат-контролем выглядит необычно Температура слева и справа регулируется поворотными рукоятками Внутрь которых вписаны с одной стороны обогрев заднего стекла А с другой режим оттаивания лобовика А вот кнопки, отвечающие за смену режимов обдува А также за сам режим работы климатики В данном случае очень и очень маленькие А обороты вентилятора вообще в данном случае управляются сенсорной панелью Ниже блока климат-контроля располагается маленькая клавиша центрального замка И кнопочка аварийной сигнализации Попадать в которую придется пальцем И очень-очень аккуратно Еще ниже клавиши включения подогрева в сидении И экономичный режим работы автомобиля Селектор коробки передач Здесь привычный курок блокировки Прямая прорезь и отдельная секция для ручной смены передач Стояночный тормоз здесь у нас с электроприводом Что касается бардачков, полочек и подстаканников Перед селектором коробки передач есть довольно глубокая полка В автомобиле, кстати, присутствует прикуриватель Хоть никак и не обозначенный, соответственно, 12-вольтовая розетка Центральный бардачок в данном случае имеет сдвижную крышку-шторку Внизу располагаются два подстаканника Самое интересное, что один из подстаканников в данном случае охлаждаемый Если открыть приток воздуха к нему Основной подлокотник в данном случае имеет регулировку в продольном направлении А под ним скрывается довольно негабаритный, но глубокий бокс Внутри которого есть два USB-разъема для зарядки мобильных устройств Основной бардачок в данном случае не столь безразмерный, как был на предыдущем поколении этого автомобиля Но в целом достаточный для размещения здесь документации формата А4 и каких-нибудь еще мелочей Внизу дверных карт есть карманы, передняя часть которых позволяет разместить бутылку с напитком объемом 0,5 литра Что касается обзорности, у этого автомобиля полностью видимый капот Это касается и его боковых краев, и от части края переднего тоже При этом относительно невысокая линия передней панели Широченные передние стойки, затрудняющие обзор при поворотах, это нужно иметь в виду И огромные боковые зеркала, боковая часть которых имеет зону с преломлением Так что мертвые зоны тут не проблема, перестраиваться можно без опаски Линия бокового остекления привычна, а не сказать, что слишком завышена Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду Что касается заднего сидения второго поколения Renault Kaleos Здесь полностью плоская подушка, сидение рассчитано на размещение трех человек Место над головой, достаточно спинка сидения, в отличие от предыдущей модели Где она имела пять фиксированных положений в плане угла наклона Здесь не регулируется У задних пассажиров присутствует довольно широкий подлокотник В котором находится по сути три подстаканника Использовать одновременно все не получится Но есть два крупных и один под более мелкий предмет Садясь сам за собой, я, мягко говоря, не дотягиваюсь коленями до спинки сидения Это хорошо, поскольку спинка в данном случае пластиковая и жесткая Место под передними сидениями, куда девать ступни, здесь присутствует При этом подушка сделана таким образом, что ваше бедро не висит в воздухе Если ноги находятся на полу В дальней дороге это однозначное преимущество Подлокотники на дверных картах здесь, кстати говоря, обшиты кожей и мягкие Это большой плюс Линия остекления для задних пассажиров относительно низкая Ввиду большой высоты подушки сидения А из дополнительных фишек, помимо индивидуальных плафонов освещения Слева и справа, собственные дефлекторы вентиляции Розетка на 12 вольт И правому заднему пассажиру полагается свой собственный монитор В подголовнике, спрятанный в своеобразной косметичке По сути дела, это самостоятельный DVD-плеер Что касается двигателей, то в нашем случае под капотом этого колеуса Располагается двигатель с реношной маркировкой M5R Он представляет собой не что иное, как MR20DD от Nissan Qashqai Этот мотор уже обновленный Здесь добавили непосредственный впрыск топлива Соответственно, есть и NVD По конфигурации, это рядная четверка Два верхних распредвалов А завращатели на впуски и выпуски Цепной привод ГРМ И отсутствие гидрокомпенсаторов Мощность этого двигателя 144 лошадиные силы Крутящий момент 200 ньютонометров С двухлитровым мотором этот автомобиль разгоняется до 100 км в час за 11,8 секунды А максимальная скорость составляет 187 км в час Для семейного полноразмерного кроссовера в целом неплохой показатель А благодаря вариаторной коробке передач мотор еще и экономичный По сути дела, каких-то системных проблем за этим двигателем не водится Цепь ГРМ может попроситься на замену на пробеге за 150 тысяч километров В некоторых случаях, правда, спокойно дотянет и до двух сотен ТНВД в данном случае сам по себе не проблемный Но непосредственный впрыск топлива теперь обусловил повышенное нагрообразование в клапанном механизме Ну и если вы смотрите автомобиль с пробегом за 150 тысяч километров Есть шанс нарваться на экземпляр, который будет расходовать масло Причиной чему зачастую являются залегшие кольца Также при замене свечей на таких моторах не забывайте пользоваться моментным ключом Перетянув свечу, здесь запросто можно закончить дело трещиной в головке блока цилиндров Как и на предыдущем поколении двигателей MR20DE Работает он здесь в паре с вариаторной коробкой передач японской JATCO GF016E Эта же трансмиссия устанавливается и на X-Trail, и на Qashqai Коробка на самом деле неплохая и получена она путем доработки предыдущего поколения GF011 Но из нее убрали степ-мотор, теперь все управление осуществляется соленоидами-регуляторами И расширили диапазон использования блокировки гидротрансформатора Что обуславливает еще большую чувствительность данной КПП к загрязнению рабочей жидкости Поскольку продукты износа фрикционных накладок теперь попадают в масло гораздо в большем количестве Интервал замены рабочей жидкости 40 тысяч километров пробегом Ну а ресурс подобного вариатора это 220-250 тысяч Полный привод на этом автомобиле реализован так же как и на исходном X-Trail при помощи муфты Которая подключает в работу заднюю ось В обычном режиме работы это происходит автоматически при необходимости Но вы можете муфту заблокировать, а можете выключить из работы вовсе оставив машину только на переднем приводе Каких-то системных неисправностей за полным приводом колеуса этой генерации не водится А теперь про клиренс Заявленный минимальный дорожный просвет 183 миллиметра фактически 16 сантиметров под защитой моторного отсека 22 сантиметра под передним бампером 26 под порогом за передним колесом 28 сантиметров от асфальта до порога в задней части автомобиля А задний бампер находится на отметке 31 сантиметр от асфальта Таким образом клиренс у второго колеуса достаточен для кроссовера Но нужно помнить о низковисящей защите моторного отсека Подвеска у второго колеуса очень мягкая машина и комфортная даже на дорогах с плохим покрытием По конструкции спереди здесь используется обычный Макферсон шаровые опоры с передними рычагами По задумке производителя должны меняться в сборе Здесь они запрессованы Что касается стабилизатора поперечной устойчивости Расположен он на подрамнике сверху Он виден, но к креплениям его подобраться крайне тяжело Без частичного демонтажа самого подрамника Рулевая рейка электрической гидравлических магистралей в данном случае нет И нет, соответственно, проблем с ее протечками Что касается антикоррозийной обработки Которая, судя по всему, нанесена здесь с завода Ее побольше, чем на автомобилях для внутреннего японского Или для многих машин внутреннего китайского рынка Антикором здесь задуто пространство от порогов до центральной части кузова При этом над карданом уже никакой дополнительной обработки не видно Равно, как и на лонжеронах, здесь присутствует уже только шовный герметик В задней части автомобиля располагается топливный бак Объем его 60 литров, сам бак выполнен из пластика Задняя подвеска в данном случае это по одному большому продольному рычагу И по два поперечных Обошлось и без шаровых опор Амортизаторы и пружины в задней подвеске колеуса стоят отдельно друг от друга Стояночный тормоз с электрическим приводом воздействует на основной суппорт По части антикоррозийной обработки сзади картина практически полностью повторяет ситуацию с лонжероном Дополнительной обработки кузова здесь нет, только шовный герметик А задний стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае имеет очень небольшое сечение прута И выглядит игрушечным Таким получился наш сегодняшний обзор на Рено Калеос второго поколения Машина 2017 года, 2 литра, 144 лошади, бензин, вариатор, полный привод и 174 тысячи родного пробега Был подобный автомобиль, есть чем поделиться Пишите свой опыт в комментариях, заинтересовала конкретная машина в нашем обзоре Также пишите, звоните на контактный телефон, который указан в описании под видео Всю интересующую вас доп. информацию, включая цену на данный момент времени Вы можете уточнить по нему Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал Спасибо, что смотрели и до новых встреч Хорошего дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok